Вопрос у меня такой, наверное, я ищу лично ответ на этот вопрос, и, наверное, многие интересуются этим. Если придете к власти, реально... Не мы, мы все, если придем, то... Да, вот, скажем так, вот партия РНС придет к власти. Реально, самые три-четыре главных шага в решении проблемы того, чтобы в Украине покончить с олигархатом. Что, по-вашему, самое главное вот в этом? Первое, это, в первую очередь, политическое желание и решение, чтобы это сделать. Это главное. Второе, давайте будем реалисты. Пока засчитать голоса, если эти ребята будут чувствовать, что они проигрывают, ни одного из них в стране не будет. И это факт. Но остаются их представители, их активы в стране. Главное, обрезать им путь и отрезать путь ведущие первые кабинеты страны. Президента, премьер-медистра, генерального прожора и так далее. И довести это все до уровня выполнавчих подворок, следователей и группы людей, которые этим занимаются, чтобы не было деваться. Можно собрать их представителей в одну комнату. Параллельно принимаем закон по олигархам, я вам уже сказал. Представители топ-менеджеров, людей, на которых зарегистрировали компания или активы и так далее. И предъявляем им государственную позицию. Ребята, когда вы приватизировали эти государственные предприятия за гроши, вы брали на себя инвестиционную область. Так или нет? Ни одно из инвестиционных обязательств на сегодняшний день не выкладано. Или выполнено преступным образом, когда они выкачивали эти деньги и обратно возвращали в предприятие, как будто они инвестировали это все. Устанавливаем какой-то срок времени. И даем им одну гостиницу, например. Это так происходит обычно, да? Мы же не будем баловаться. У нас будет намного меньше времени, чем кто-то думает. И ошибочно думает, если у людей будете гонять из-за того, что у нас там красивые база, что у нас будет идолготе песта. Или вы выполняете эти инвестиционные обязательства и меняете склад своего бизнеса. Или тогда включается государственная машина. Кокуратура, другие государственные машины, ебаные. И начинается национализация государственных предприятий. И потом нормальная приватизация, так как это произошло в случае Певоро-Росталь. Ни один из индусов владельцев, миллиардеров Певоро-Росталь на себя не позволил и не внес в Дели, или там где-то куда-то, в Пакистан, да? Предприятие работает на экономику Украины, и сегодня Гройсман или Яценюк не могут влиять, кто кого-то знать есть куда директором, и как выкачать оттуда деньги, и куда их унести. Это раз. Другое. Переприятие государственной субсиди, чтобы Ахмедов не был привилегирован, и чтобы за Ахмедова, за его яхты, за его новые компании, и за журнал Forbes или Bloomberg, где он удерживает свои позиции, мы не платили за это все. Нет субсиди, нет олигарха. Нет влияния на политическую власть, нет олигарха. И сделка о признании вины. Можно даже на ногу манилить. В Иоланде есть такой «транзакшн» называется уже. Такой искус, когда ты признаешь свое уголовное преступление, покрываешь коду государственного бюджета. У тебя даже нет судимости, например. Это тоже можно сделать. Главный результат, главное – быстрые шаги, которые дадут эффект. Как только мы затягиваемся в долгосрочную борьбу в судах, бесконечные процессы, рассмотрения, разбирательства, потому что уже суды и артитражи и так далее. На это уходит много лет. Расслабляется система. Судьи тоже понимают, или другие участники, что это все оттягивается. Время уже наводит на них. Ты получаешь новый какой-то майдан, который они же финансируют против тебя. Раскачивают, поставят ситуацию, ты на это теряешь время, ресурсы административные, отбиваешься и заканчиваешь плохо. Поэтому нам нужен быстрый политический председатель. Особенно в отношении этих ребят. Их немного, кстати, есть всего лишь 5-6 человек в здании. 5-6 человек сегодня держат зародников всю страну, 40 миллионов. И найти, наконец-то, в стране хотя бы 30 судей, 35 честных судей, которые будут принимать справедливые решения. Я обычно говорю, что они должны что-то экстраординарное взять, незаконное взять. Они должны выполнить свои функции. Быстро. Но судья согласится на это все. Он согласится, если ему параллельно не будет звонить смотрящие от администрации президента, который будет кроме каких-то всех государственных, как сегодня называются, вопросов, там у кого-то гражданку забирать, или закрыть там губчу, например, атошника какого-то и так далее. Вместо этого, и кроме этого ему звонят, порешают свои бизнесовые вопросы. А он думает, как судья, слушай, я же не дурак. Я должен и их задание выполнять, параллельно и бизнесовые вопросы решать, так я же тоже сам тоже продолжаю заработать. Вот там и судовая реформа. Самых таких верных служащих, служителей коррупции выбрали, где клима просто негде ставить, пожалуйста, назначили Верховный суд. Потом также кого-то отберут в апелляционные суда, потом где-то на уровне уже районных судов и так далее. И будут это паривать иностранцам, что вот у нас идет судебная реформа. У нас же большая страна, а у нас не все так быстро происходит. Как хотелось бы. Надо время, надо терпение, надо 2 года плюс 5 лет еще подождать, пока Петр Алексеевич досидит, пока Ахметов еще подзаработает, дойдет до 12 миллиардов, как он был там до войны. Все будет хорошо тогда. А люди, ну, люди, ну, там... Миграцию же все равно не остановишь. Безвиз есть. Пожалуйста. Спасибо.